По поводу сноса палаток или что сделать, снести палатки или оставить их на своих местах? Мне это неизвестно, если говорить обо мне лично, потому что я в этом ничего не понимаю. Мне, безусловно, жалко тех людей, которые вынуждены бросить свои места, где они могут зарабатывать деньги и кормить свои семьи. Вот за это мне жалко. Но если кто-то считает, что от этого выиграет культурный облик столицы, ну, наверное, да. К сожалению, я в этом вопросе не сведущ. Что было с первой волной? Я слышал очень много споров, там, сносить ли пирамиду или не сносить. Ребята, я не знаю. Это пусть как-то... То, что сейчас перекопан весь центр и кто-то укладывает тротуары этой плиткой, которая не плитка, а какой-то брус, камень. Наверное, да, безусловно. Но почему-то, когда мы беспокоимся о нынешнем состоянии визуальном центра Москвы, то мы как-то забываем о том, что там начали копать деревянные перекрытия, мостовые эти деревянные, которые можно было сохранить замечательным образом, а их почему-то раскорчевали и повыкидывали, или также засыпали. Ну, какое-то в этом есть, я не знаю, варварство какое-то. Мы хотим сделать красиво, но при этом, что по-настоящему ценно, мы как-то это ковшами, в общем, и перемололи. Потому что никто никому не сказал, а те не знали. Вот и утрачено. А я думаю, что где-нибудь, там, я не знаю, в Париже или где-нибудь в другом месте, если бы такое нашли, то всю улицу закатали бы в стекло, подсветили бы и устроили из этого туристическую Мекку.